Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня я хочу представить вам наборы от Светлицы. Это наборы для вышивки бисером. Я о них уже очень коротко рассказывала, делая обзор посылки, которую получила из магазина бисера. И было заказано три вот таких набора. Они однотипные, похожи друг на друга, ну и, наверное, в чем-то похожи по цветам, которые я выбрала. Ну, сейчас речь не об этом, на чем основывался мой выбор, а я хочу рассказать вам о том, что представляют собой эти наборы, понравились они мне или нет, как они выглядят, из чего состоят. И вот эта первая картина, первое полотно, которое вы уже, наверное, видели, это домик, домик в деревне. Дом со светящимися окнами. Хочется верить, что там тепло, светло и уютно, что там пекут пироги, что, выйдя за двери этого дома, ты не очутишься в чуждом и страшном мире, а и за порогом этого дома все хорошо. В зависимости от размера работы, часть ткани подогнута с одной и с другой стороны, прикреплена на скобы такие степлером, держится хорошо, никуда ничего не съезжает, все очень аккуратно, никакой неизмятости, ничего здесь нет. Цвета схемы пропечатаны четко, путаницы в бисере не происходит никакой, вот оно все пронумеровано, все условные обозначения даны, каких-то цветов использовано больше, значит, их по нескольку пакетиков в наборе находится. Зашивается здесь верхняя часть и низ, то есть центр картины весь остается свободным. Вот эта часть, только низ здесь цветы будут вышиты, а эта часть, какая она получается, правая часть картины, она более такая зашитая получится, потому что вот по этому краю, по этой кромочке полностью сверху донизу все будет зашито. Я думаю, что в итоге работа должна получиться очень красивой. Как выглядит бисер, который прилагается сюда? Ну, вот как я уже сказала, расход некоторых цветов достаточно большой, вот, например, зеленого, значит, здесь их два пакетика, остальных всех по... Нет, вот еще такого оттенка зеленого, тоже два пакетика. Единственное, что необходимо, либо приклеить вот сюда еще одну этикеточку, ну, в общем, чтобы не потеряться и не заблудиться, какой это у тебя оттенок, ну, в принципе, сориентироваться, если вдруг такое произойдет, достаточно легко. Бисер качественный, хороший, блестящий. Некоторые есть такого молочного, не зеркального, что ли, такого происхождения, но очень аккуратный, никакой колотый не попадается. Размеры одинаковые бисеринок. Работать одно удовольствие. Я могу сравнивать с набором китайским, видео, которым вы можете посмотреть, это картина «Родные просторы». Так вот, там бисер был, ну, абсолютно не чита вот этому. Там было полное разочарование, хотя эффект, который получился, вот такие вот разного калибра зернышки, наверное, тоже сыграл свою роль, но работать с тем было очень неудобно и неприятно. Здесь же я уже имею возможность говорить, понравилось мне или нет, потому что через несколько минут покажу вам уже начатую работу. Но вот то, как это находится здесь, как это оформлено, как это выглядит, все чинно, благородно, аккуратно и не вызывает у меня никаких нареканий, ни сомнений, ни недовольства. Как я уже говорила, все наборы упакованы очень аккуратно. Все они, помимо клейкой полосы, имели еще, ну, так как любопытство это сильнее, чем все остальное, я уже эти наборы, естественно, вскрывала и уже и подругам показывала, и родителям, и другим родственникам. Но кроме клеевой полосы, здесь вот еще есть такая этикеточка, которая на самом деле предохраняет и показывает, не вскрывал ли кто-нибудь набор до тебя, до его владельца. Значит, вот этот набор называется, называется он у пруда, и здесь бисер тайваньский. Специально приобретала этот набор параллельно с чешским бисером. И хочу сказать следующее, что внешняя упаковка, внешний бисер ничем не отличается. Если кто-то из вас может сказать, как ведет себя тайваньский бисер в носке, в хранении этой картины, происходят ли с ним какие-то изменения, вы, пожалуйста, скажите об этом. Но вот на первый взгляд я не вижу ничего такого, что, ну, каким-то разительным бы образом отличало его от того, что был показан раньше. Здесь вышивки гораздо-гораздо больше. Сейчас я покажу саму картину. Но вы видите, что есть даже и по три. Вот эта зелень такая сочная, такая зеленая, изумрудная. Я не знаю, как сейчас это на видео будет смотреться. А вот своими глазами я вижу, что такой красивый, блестящий цвет молодой травы. А вот этот, без зеркального блеска, он и не скажешь, он не матовый, он тоже такой прозрачный, стеклянный, но в нем какой-то перламутровенький, перламутровенький очень-очень мало. В отличие, допустим, вот от этих. Здесь перламутр прям как бы светится, такое как будто жемчужное покрытие. Вы видите, насколько много цветов. Вот здесь и зеленого много, и вот этот, не знаю, он оливковый какой-то цвет. Здесь есть и зелень, и как лимонное какое-то присутствие. Вот этого два пакета, этих по два пакета, этих. Здесь вот по два пакета и серого, и другого оттенка зеленого. То есть палитра очень богатая. Пакетиков очень много. Прям тяжелый. Лист. И вот как, собственно, выглядит сама вышивка, которая предполагается. Здесь подогнута и верхняя часть, то есть она самая большая изо всех. И достаточное количество сантиметров заходит еще здесь сбоку. И вот именно на этой работе прям очевидно присутствует такой голографический эффект. Уверена, что это получится на самом деле 3D изображение, которое... Ну, не написано ничего об этом, но я предполагаю, что это должно выглядеть именно так. Здесь зашивка очень такая сложная. Она в разных направлениях. Идет вверху картины, зашит практически полностью. Вот здесь буквально нет никаких пропусков. Их, если они есть, их совершенно-совершенно такие вот небольшие-небольшие островочки остаются. Это голубое небо, которое просвечивает оттуда. Вот этот угол, сюда переходящий, он тоже зашит практически полностью. И трава, которая вот здесь вот по тропиночке, по бережку идет, трава с цветами. И вот как бы по кругу, по часовой, оно все больше заполняет и заполняет пространство картины. Ожидаю, что должно получиться что-то очень такое красивое и приятное, судя по тем цветам, которые в палитре представлены, которые я вам только что показывала. Думаю, что вот это вот вышлое дерево, которое привлекло меня, очень и очень. Вот сейчас вы можете увидеть, как они, пакетики эти просвечивают. Никогда они на белом фоне находятся. То есть я в предвкушении того, что будет происходить через некоторое время. Но, естественно, работать проще будет на станке, когда вот это будет ткань натяну. И, наконец, о последнем наборе. Эту работу я ждала с большим-большим нетерпением, потому что это дерево желаний. Она уже распакована, распечатана, она уже опробована. Здесь в наборе находится 9 цветов бисера. Ткань очень такая гладкая и держаться в приложенном к чему-то виде, если она не прикреплена, не хочет. В наборе было 9 цветов. Я вам показывала, как это выглядело в укрепленном таком виде. Можете посмотреть в предыдущем видео. Здесь эти уже пакетики все отцеплены. Какими-то я еще не пользовалась цветами, какие-то уже в работе. Вот 9 пакетиков. Количество бисера вполне достаточное для того, чтобы без опаски зашивать какие-то участочки. И даже сделала вывод, что с избытком останется. Можете посмотреть, как выглядит вот такой, такого ванильного или цвета топленого молока. Желтоватые такие фрагменты заснеженных гор представлены здесь. Еще небольшой фрагментик вот остался здесь. Бисера вот этого количества, ну, наверное, на два полных таких участочка. Не на вот этих, а целых, зашитых таким цветом останется. То есть без опаски можно полагаться, что на полагаться на производителя, что он с честью выполняет свою работу. Вам ничего не придется бегать, искать, докупать или что-то там делать еще. Хотя, вроде как, не такое большое количество бисеринок. Здесь я попробовала, попробовала разные цвета, чтобы посмотреть, как оно будет в отшитом виде смотреться. Вот белый цвет, маленькие фрагментики. Белого цвета достаточно много, поэтому тоже проблем не будет. Ну, а розового и такого сиреневого вообще большое количество грамм. Здесь, кстати, указано количество грамм, которые понадобятся и цвета, которые соответствуют вот здесь на схеме и подписаны те коды, которые приклеены на пакетике с бисером. Поэтому все это легко ориентироваться в этом, ни в чем не запутаетесь, никакие цвета здесь не являются похожими друг на друга и чтобы произошла путаница, за это можно и не опасаться. Значит, вот здесь одна из таких стволовых веток серебристого цвета и часть здесь вот вышита коричневым. Ну, для того, чтобы иметь представление, насколько это хорошо, или не очень хорошо будет смотреться. Пока меня это удовлетворяет, думаю, когда вот полностью какой-то фрагмент будет отшит, это уже будет видно. Ну, и очень бы хотелось, чтобы на самом деле такое объемное изображение получилось. Что я могу сказать вот по поводу самой ткани, что мне категорически не понравилось. Не понравилось то, что, ну, наверное, это надо производителю или в магазин написать. В магазин, кстати, я отправила такое благодарственное письмо за очень оперативную работу с заказом, с быстрым очень оформлением его и отправкой, и доставили достаточно быстро. Но посоветовать производителю, чтобы не просто обрезали ткань. вот этот, я так понимаю, что когда идет в рулоне вот такой, такая канва или как это назвать-то, такая ткань, она скреплена, то есть то, что потом просто разрезается. Идет следующий, следующий, следующий такой же рисунок. И все-таки, наверное, нужно, чтобы это обрезали либо какими-то горячими ножницами, либо каким-то прибором, который запаивает вот эти срезы, потому что вот даже дома, находясь в таком шелковом платье, все равно вот, хотя и эта часть гладкая, и платье мое очень такое вот гладкое, и по нему все катается буквально, но все равно вот этот край срез цепляется, махрится, вот такой вот уже как пуховый становится, что не очень приятно, а с этой стороны вот ниточки начали совсем махриться, как бы учитывая эстетическое такое вот состояние ткани, мне это ну совершенно не нравится, вот сейчас на свет вам это наверное видно, когда вот они дыбом эти волоски стоят, вот, мне кажется, что все это должно сделано быть на совесть, а к другому я пока не нахожу к чему бы придраться, хотя придираться я абсолютно тоже не желаю, в общем-то это не моя цель, я просто предупреждаю вас о возможных каких-то вот таких последствиях, и если у кого-то есть прибор для выжигания или ну что-то еще такое вот, что запаивает ткань, нужно это сделать заблаговременно перед тем, как вы начнете работу каким-то вот образом опалить или поджечь или ну не знаю, что-то там вы сочтете нужным, но чтобы вот подобного безобразия не было, потому что через некоторое время я думаю, что это будет вот еще сильнее, но буквально как одуванчик распушится. как сколько аккуратно не пришивай бисеринки, все равно вот некое такое оно не стянутость, но какое-то вот волнение на ткани присутствует. Но я думаю, что это отпарится и проблема вот это уйдет. Про бисер я говорила, что бисер очень хороший и качественный. Не было еще ни одной бисеринки, которая бы не вошла в иголочку. Правда, иголочка, которая здесь прилагалась, вот она была прикреплена где-то вот в этом районе. Она тоненькая, она вроде как и неплохая, но, наверное, я привыкла уже к своим иголкам и несколько стежков прошив одну нить той иглой, я убрала и сменила ее на свои иглы. Но думаю, что тут работа не настолько большая, думаю, что это отошьется достаточно быстро и через некоторое время я смогу познакомить вас с завершенной, ну, вряд ли оформленной, но с завершенной работой. И очень бы хотелось, чтобы это дерево желаний приносило и в мою семью только какие-то радостные не только минуты, но и часы, и дни, и годы. Желать будем только самого доброго, самого светлого. И вам я желаю приятных минут и часов за рукодельными работами. Желаю вам, чтобы холодные дни зимы уже поскорее заканчивались. Пусть снега остаются вот на таких горных вершинах, на фудзиямах, пусть Япония будет счастлива и благополучна, и мы тоже живущие в нашей стране, и не совсем спокойное такое и благоприятное, наверное, кризисное время, но пусть в нашей жизни все тоже будет хорошо. Всего вам доброго, до свидания.